Свердловск, 1938 год. В один из летних дней маленькая Герда заигралась во дворе. Родители были в театре, за внучкой следил дедушка. Он сидел у окна, пил чай и наблюдал за девочкой. Через несколько минут мужчина понял, что не видит Герду во дворе. Она пропала за считанные минуты. Искать девочку начали все соседи и друзья семье. А вот милиции заявление не приняли. Они посчитали, что четырехлетняя Герда Грибанова всего лишь навсего заигралась и скоро сама вернется домой. Это дело стало настолько ужасающим, что долгие годы оно было скрыто под грифом секретности. По городу поползли слухи о похитителе детей. Пропавшую Герду искали без остановки. Были просмотрены все дворы, коровники, колодцы, сараи, но никаких следов. 16 июля местный подросток Василий Молчанов залез в один из дворов, чтобы украсть яблоки, и обнаружил там тело, спрятанное под кустом. Он немедленно выбежал в милицию. На место прибыли сыщики и увидели детское пальто, под которым лежала Герда. Тело было во множественных порезах. У рука и нога были отделены от туловища. На месте обнаружения Герды не было следов крови. Возможно, тело перенесли. Обнаружили ее во дворе дома на Первомайской улице, в 60 метрах от ее дома. Подозрения сразу же упали на Василия. Возможно, он не нашел тело, принес его туда. Допрос начался незамедлительно. В истерике парень рассказал, что слышал, как его знакомые хотели ограбить дом Грибановых. Может быть, она встала на их пути, и они решили убрать Герду? Выяснив фамилии друзей, их задержали. У одного из них в кармане обнаружили нож. На допросе он начал сваливать всю вину на своего приятеля. Якобы тот упил Герду, поскольку она могла стать свидетелем ограбления. Следователи ликовали. На руках у них было орудие убийства, подозреваемые, а что самое главное – признание подростков. Но все оказалось не так просто. К моменту, когда милиция решила, что дело раскрыто, им пришло заключение патологоанатома. В голове убитой обнаружили кончик лезвия от ножа. Он никак не подходил ни по размерам, ни по материалу к ножу, который изъяли у подростков. Но ведь были признательные показания. Но, как оказалось, начальник уголовного розыска надавил на подозреваемых и обещал оправдать их, если они возьмут всю вину на себя. В итоге, из-за недостаточного количества улик, подростков отпустили. Спустя несколько месяцев осенью 1938 года во дворе собственного дома пропала 4-летняя Нина Плещеева. Начав поиски дочери, мать Нины вдруг услышала странные звуки из коровника. Зайдя внутрь, она увидела Нину, лежащую под сеном без сознания. Схватив дочь, женщина побежала к врачу. Приведя в чувство девочку, врач осмотрел ее и заметил странные следы на шее. И вдруг заявил, что ее укусила корова. Но что коров у семьи Плещеевых не было, врача ничуть не смутило. Чуть позже Нина расскажет родителям, что на нее напал какой-то мальчик, но ей никто не поверил. А врач и вовсе убедил родителей не обращаться в милицию. А вдруг это неправда? Родители послушали его и не стали писать заявления. О том, что произошло с Ниной, станет известно только спустя два года. 10 февраля 1939 год. Боря Титов, несмотря на малый возраст, один годик и восемь месяцев, уже хорошо разговаривал и любил хулиганить. Старшему братику Натану пяти лет доставалось от склонного пошалить малыша. И эта деталь объясняет события, которые произошли вечером 10 февраля 1939 года в районе улицы Луначарского и площади Народной мести. Мама Боря и Натана Фаина Гусинская отправилась с ними на прогулку. К 19.00 Фаина с мальчиками вернулась к дому и оставила их прямо у крыльца, строго-настрого наказав никуда не отходить. Она зашла в дом буквально на минуту посмотреть время, так как наручных часов не имела. Выйдя из дома, у крыльца женщина увидела Натана, старшего сына. Младший отсутствовал. На вопрос, где Боря, Натан ответил, что Боря кидается снегом и он не хочет с ним гулять. Объяснить, где брат он не мог, потому что обиделся и не следил за ним. Фаина бросилась по улице на бегу, выкрикивая имя сына. На пересечении улицы Луначарского и Шартарской поворачивал автомобиль. И во время маневра свет его фар выхватил из темноты мужчину, бегущего с санками, в которых сидел ребенок. Мужчина двигался по проезжей части, и машина его едва не сбила, но это никак не повлияло на скорость его движения. Он лишь скачал на тротуар и помчался далее. В эти самые мгновения Фаина услышала детский плач. Теперь она не сомневалась, что в санках находится ее сын, а бегущий мужчина – это похититель. Неизвестный, достигнув пересечения с улицы Шартарской, свернул за угол и исчез из поля зрения Фаины. Но тут она заметила, что ее беготня и крики привлекли внимание прохожих. И 17-летний парень по имени Семен с хоккейной клюшкой в руках бросился в погоню за похитителем. Фаина вместе с Семеном бежали за неизвестным. Они повернули с улицы Луначарского, преодолев ее, оказались на площади Народной мести, нынешняя Вознесенская площадь. Впереди слева располагался музей революции, справа дворец пионеров с огромным парком, носившим тогда название Сад Уралправсовета. Уличное освещение отсутствовало, свет давала только луна. Через мгновение Фаина и Семен наткнулись на санки, те самые, с которыми она отправилась на прогулку. Сверху был брошен желтый шелковый шарф, разорванный надвое. Этим шарфиком Фаина повязывала шею сына. Также в санках лежала детская лопатка, которую маленький Боря держал в руках во время прогулки. Видимо, похититель, сообразив, что санки мешают ему бежать, бросил их, а своего пленника взял на руки. Бежать по снегу уже не было сил. Фаина, задыхаясь, упала в сугроб, а Семен, не теряя времени, побежал к дворцу пионеров, зная, что там всегда дежурят милиционеры. Через несколько минут он привел с собой двух постовых. К тому моменту вокруг Фаины уже собралась группа людей. Милиционеры взяли Фаину под руки и отвели ее в здание дворца для оказания медицинской помощи, поскольку женщина была неадекватна и ничего не могла толком объяснить. Пока происходили все эти события, на площади народной мести перед дворцом пионеров одна из девочек, наблюдавшая происходящее со стороны, помчалась ко дворцу пионеров, встретив у входа в здание постового милиционера Щапина. Она сообщила ему, о похищении ребенка и плачущей в полусотне метров матери. Щапин немедленно вызвал находившуюся в фойе дворца участкового инспектора Лоскутова, и они вдвоем отправились в указанную девочкой сторону. Николай Щапин стал обходить площадь по периметру, осматривая снег в поисках возможных улик. Его внимание привлек тихий стон, исходивший как будто от одного из глубоких сугробов. Постовой немедля стал разгребать снег и услышал доносившийся из его толщи плач. Когда Щапин добрался до Боря, то увидел, что тот лежит лицом вниз и без ботинок. Рот мальчика был забит снегом. Николай протер его платком, схватил на руки и помчался в медпункт дворца пионеров. Осмотр, проведенный врачом Евгением Берестецким, показал, что мальчик не имеет обморожений, но плохо дышит и, по-видимому, подвергался душению. Евгений сделал ему искусственное дыхание. После того, как состояние мальчика стабилизировалось, осмотрел его внимательнее. Из телесных повреждений Берестецкий отметил синяк на лбу ссадины на лице, некоторые из них кровоточили. Боря был очень напуган и ничего не говорил. Только когда он увидел маму, которую срочно вызвали в дворец пионеров для опознания ребенка, он заплакал и потянулся навстречу. Тем временем прибыла оперативная группа. Нужно было срочно составить портрет похитителя. Со слов милиционера Щапина, все узнали про девочку, которая помогла найти Борю. Но кто она и где сейчас находится, никто не знал. Она была важным свидетелем, поскольку видела похитителя. Поиски девочки длились не одну неделю, но найти ее так и не получилось. А вот со слов Фаины, похититель был худым и низкого роста. В какой-то момент ей показалось, что он сам еще ребенок. В городе росли слухи об убийце. Нарастала паника. Все боялись за своих родных. Работники завода «Уралмаш» написали письмо в областной комитет партии. «В народе растет недовольство. В городе кто-то похищает маленьких детей. Просим огородить нас от убийцы». В то время партийное руководство области сменялось очень быстро. Многие были арестованы и расстреляны как враги народа или уклонисты. Поэтому действующему в то время Василию Андрианову нельзя было допускать ни единой ошибки. Народ требовал от него найти убийцу. Все боялись за собственных детей. А вот милиция оправдывалась и пыталась убедить, что никакого серийного убийцы нет. Но доказательства обратного появились почти сразу. Таинственный похититель убийца снова дал о себе знать. Но, к счастью, четырехлетний Рая Рахматулиной удалось выжить. Семья Рахматулиных проживала в доме номер 4 по улице Шевченко, расположенном на территории сада Уралправсовета позади дворца пионеров. В 10 часов утра четырехлетняя девочка была одета для прогулки. Но мама разговорилась с пришедшей в гости сестрой и задержалась. Раиса Рахматулина разрешила дочке самостоятельно выйти в сад и погулять возле дома, строго-настрого и запретив отходить далеко. Через 15 минут в комнату ворвался Виктор Зайцев, сосед Рахматулиных, сокровавленный Раисой на руках. Девочка была вся в крови, на лице ее не было живого места. Больница, придя в сознание, она рассказала, что к ней подошел молодой дядя, дал 20 копеек и попросил показать, где туалет, а потом завел ее туда и стал бить ножом. На лице Рая эксперты насчитали 24 пореза, и все они находились с правой стороны. Тогда сыщики пришли к выводу, что удары наносились левой рукой. В те годы не было никакого опыта в раскрытии серийных убийц. Никто не связал все эти эпизоды в одно уголовное дело. Каждое преступление рассматривалось по отдельности, хотя общего между ними было много. Способ совершения преступления – возраст жертв. Часть города, где все это происходило. Никто не предположил, что преступник, возможно, живет где-то рядом. 12 июня 1939 год. 30-летний Георгий Иванович Кубин и его жена решили поиграть в лото со своими соседями и друзьями. Все дети, в том числе двухлетняя Аля Кубина, находились во дворе на глазах взрослых. Через некоторое время родители дали Але мелочи, и она пошла в магазин за мороженым. После похода в магазин, она благополучно вернулась во двор и продолжала носиться там в компании местной детворы. В 17 часов девочка была во дворе. Ее видели многие взрослые, сидевшие за столом и игравшие в лото. Но в 17.15 мать девочки, точнее мачеха, вдруг поняла, что не видит Алю. Татьяна сообщила об этом отцу девочке и, выйдя из-за стола, отправилась в магазин, подозревая, что девочка ушла туда за новой порцией мороженого. Продавщица прекрасно знала местных детей, в том числе и общительную Алю. А потому без колебаний заверила, что девочка в течение дня приходила один раз и более не появлялась. Вся компания, до этого непринужденная играющая в лото, приступила к поискам девочки. Георгий Кубин немедленно направился к участковому милиционеру. Тот сходил в 8 отделение милиции, на территории которого находился пионерский поселок, и оттуда быстро были присланы патрульные. Около 18.30, в 150 метрах от школы номер 5, в Основинском парке, Алю нашли. Девочку увидели рабочие, знавшие как ее родителей, так и саму Алю. Картина была ужасная, а раздетая сидела, прислонившись спиной к дереву. Лицо ее было покрыто порезами и запачкано кровью. Глаза бросалась чудовищная рана на животе. Самое невероятное заключалось в том, что девочка не только была жива, но и оставалось сознание. Она не позволяла прикоснуться к себе, и как только к ней наклонялся мужчина, кричала «мама». Картина была душераздирающей. Алю забрали в больницу. Операция длилась 6 часов. Она выжила, но ничего не помнила. Именно тогда светловские сыщики поняли, что в городе орудует один и тот же молодой человек. Поскольку милиция была не в силах найти маньяка, кто-то неизвестный отправил в Москву анонимное письмо. «Наркому внутренних дел, товарищу Берия, довожу до вашего сведения, что Сырловская милиция при попустительстве партийного руководства уже год не может обезвредить тайного врага народа, который терзает и убивает детей». Берия отреагировал моментально. В Сырловск приехали следователь по важнейшим делам Краснов и оперуполномоченный уголовного розыска Прогилевский. Изучив материалы дела, они поняли, что преступник не изменил почерк, но расширил географию. Это осложняло поиски. В то же время на Сырловск обрушилась серия новых нападений. Пропала Рита Ханжина. Соседка семьи рассказала, что видела, как ее уводят на остановку какой-то мальчик. Растерзенное тело Риты обнаружили через несколько дней на берегу озера Шувакеш. Сразу после этого исчезла трехлетняя Валя Камаева. А 27 июля примерно в три часа дня четырехлетняя Лида Сурнина вышла из дома номер 29 по улице Пионеров, в котором проживала вместе с отцом и матерью, и села на скамейку у ворот. Мать ее, Надежда Сурнина, находилась в доме, буквально в нескольких метрах от дочери. Минут через десять дом вошла жившая неподалеку Елизавета Голикова и, уточнив, чья именно девочка сидела на лавочке, крикнула. «Твою дочь сейчас утащил мальчишка в лес! Иди догоняй его и отнимай его, свою девочку!» Женщина бросилась в лес. По дороге встретила девочку, которая тоже видела все происходящее. Она показала, куда повели Лиду. Они вместе побежали в ту сторону, но на перекрестке потеряли след. Подумав немного, они побежали вперед. Но, как выяснится позже, преступник повел Лиду совсем в другую сторону. Растерзанное тело Лиды нашли через несколько часов. Краснов и Прогилевский запросили всю информацию по найденным телам. Изучив дела, они пришли к выводу, что убийца 100% один и тот же человек. И особая примета у него – то, что он левша. И пока весь уголовный розыск Свердловский занимался изучением подозреваемых и допросом свидетелей, произошло новое убийство, но уже в Нижнем Тагиле. 6 августа 1939 года исчезла трехлетняя Рита Фомина. Встревоженная мать подумала, что похитил дочь ее бывший муж, поскольку ранее она подавала суд на алименты. Хоть мужчина дочь и не признавал, деньги ему приходилось платить. И вот, когда Рита пропала, он явился к ним домой и начал настаивать, что все деньги за Риту женщина должна ему вернуть. Это и навело на мысль, что он сам расправился с девочкой. Мужчину задержали. На допросе он пытался доказать, что не причастен к похищению. Риту искали по всему городу. Участвовали в поисках все знакомые и родственники семьи. Но все было тщетно. Тогда еще никто не догадывался, что зацепки по этому делу находятся в Свердловске. А 20 августа прямо из двора номер 50 по улице Мамина Сибиряка исчезает Коля Савельев. Там он гулял под присмотром старших ребят. Но в какой-то момент они ушли, поскольку магазин завезли новые велосипеды. И подросткам не терпелось на них посмотреть. А когда они вернулись, Коля уже не было. Сыщики рассматривали разные версии. Под подозрение падали все. И даже соседка, которая враждовала с мамой мальчика. Через две недели Колю Савельева нашли убитым. На его шее были кровоподтеки, а все тело было исколото ножом. 12 сентября исчез трехлетний Вова Петров. Его нашли мертвым на следующий день. На его спине был четкий отпечаток обуви 36 размера. Паника в городе нарастала. Люди собирались в небольшие группы. Хоть и демонстрации были запрещены, их терпение уже наступал конец. Слухи об этом дошли до наркома Берия. Он был очень недоволен работой милиции и заявил, что если в ближайшие месяцы убийца найден не будет, то за решетку отправится все местное милицейское руководство. 2 октября 1939 года прямо с порога собственного дома номер 22 по улице Плеханова исчезает четырехлетняя Тася Морозова. К поискам привлекли кинологов. Всю ночь около 40 патрулей прочесывали окрестности. Наутро было принято решение вывести на улице все силы, около 1000 патрулей. Сотрудники милиции работали в гражданской одежде, чтобы не спугнуть убийцу. 24 октября около 15 часов курсант Свердловской школы рабочей крестьянской милиции Иван Попов осуществлял скрытое патрулирование в районе остановки Медный рудник. Находясь на посту, он увидел вышедшего из вагона трамвая неизвестного молодого мужчину, который вел за руку ребенка лет трех. Он обратил внимание на этого мужчину и медленно пошел за ним. Неизвестный с ребенком шел по шоссейной дороге в сторону поселка электромашины. Сейчас это Элемаш. Он следил за ним. По шоссе навстречу этому неизвестному шел старший команды Кэштымов, который был одет в форму милиции. Видимо, увидев идущего навстречу работника милиции, неизвестный мужчина с ребенком свернули шоссе. Попов остановился с Кэштымовым и доложил ему о подозрительном мужчине, который в это время уже уходил в лес. Кэштымов ушел к остановке трамвая, а Попов пошел за неизвестным. Милиционер в форме не стал преследовать подозреваемого с ребенком, чтобы не спугнуть. Пройдя совсем немного, Попов встретил своих товарищей по школе милиции, Крылова и Ангелова, которые также участвовали в это время в несении дежурства и были в штатской одежде. На минуту Крылов и Попов остановились, разговаривая, а Ангелов продолжил движение вслед за удалявшимся мужчиной с ребенком. Проделано это было для того, чтобы не вызвать лишней тревоги у подозреваемого. Пусть тот думает, что за ним идет всего лишь один человек, причем на большом удалении. Затем Попов и Крылов разошлись. Первый отправился к месту несения дежурства в остановке, а второй последовал за Ангеловым. В ту минуту курсанты уже почти не испытывали сомнений относительно того, с кем им довелось повстречаться. Им явно попался тот самый похититель детей. Пройдя лесом метров 200, Крылов увидел свежий след ноги взрослого человека и пошел по нему. На некотором расстоянии он нашел рядом с этим следом след ноги ребенка. Здесь он убедился, что неизвестный с ребенком шел именно по этому месту. И здесь он ребенка с рук снял и вел его, видимо, за руку. Пройдя еще метров 200 вглубь леса, он увидел впереди себя метрах 30 висевшее на сочке дерева пальто. Внимательно присмотревшись, он заметил в небольшом углублении мужчину, который был без пальто, стоял на коленях, а между коленями у него лежал ребенок. Он не издавал никаких звуков и не плакал. Неизвестный держал ребенка своими руками за горло и душил. Процесс задержания Крылов описал так. Я быстро подбежал к неизвестному, предложил ему немедленно встать и поднять руки вверх, что неизвестный и сделал. Задержанным оказался 16-летний Владимир Венечевский. Он родился в обычной советской семье. В детстве получил серьезную травму, упав в глубокую яму, после чего начал заикаться. Он был замкнутым ребенком, часами мог смотреть в окно, друзей у него особо не было. Родители очень заботились о нем, пытались вылечить заикание, одаривали подарками. У Владимира всегда были карманные деньги. Дядя Венечевского вспоминал, что однажды насчитал в копилке племянника примерно 600 рублей, по тем временам большие деньги, как минимум две зарплаты рабочего. Семья Венечевских жила в бараке на Первомайской улице. До пятого класса Владимир учился хорошо, был смышленым, но затем сдал в учебе и даже остался на второй год. Во время полового созревания у Венечевского будто что-то щелкнуло, и он начал превращаться в одержимого. У него появился странный интерес к детям. Он играл с ними в песочницах, помогал лепить кулички. Во время показаний он говорил, я использовал их не для смерти, а с целью своего удовлетворения. Какая-то сила тянула, заставляла меня пойти на эти преступления. После ареста убийцы в редакцию местной газеты пришло письмо. Мы родители этого негодяя. Окончательно убедившись в его кошмарных преступлениях, мы отрекаемся от нашего сына и требуем применить к нему высшую меру наказания – расстрел. Таким выродкам в советской земле жизни быть не может. Но позже мать Венечевского все-таки смягчилась и начала писать письма на имя Сталина, просила о снисхождении, да и сам убийца просился искупить свою вину на фронте. Владимир был осужден за 18 нападений на детей в возрасте от 2 до 4 лет в Средловске, Нижнем Тагиле и Кушве, 8 из которых завершились убийствами. В их числе была и Нина Плещеева, которой никто не поверил. Окончательный вердикт вынес суд Советского Союза, высшая мера – расстрел. Венечевскому в то время было 17 лет. Он стал один из двух подростков, казненных в Советском Союзе. Вторым был ленинградский школьник Аркадий Нейланд. Если хотите услышать историю о нем на моем канале, обязательно пишите об этом в комментариях. На этом эта ужасная история подошла к концу. Обязательно делитесь своими мыслями и впечатлениями, и не забывайте подписываться на канал. Также напоминаю, что у меня появился Донейшн Алерц, где вы можете поддержать мой канал донатом. Для этого переходите по QR-коду, который видите на экране, или по ссылке в описании. Берегите себя и своих близких. До скорых встреч!